Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с Кабаристом Михаилом Младшим. Здравствуйте. Добрый день. Вот американские социологи и политологи утверждают, что чем больше санкций против России со стороны Америки, тем больше она хочет вернуться к советскому прошлому. Поэтому есть научные данные, очень серьезные. Опрос, который проведен в России, молодежь тоже говорит о том, чтобы они с удовольствием вернулись бы к тому социалистическому прошлому. 57% немцев сейчас говорят, что они с удовольствием вернулись бы в ГДР, чем жить сейчас как бы в Кабаристике Германии. Дело в том, что для души на самом деле в этом бездушном Западе ничего нет. Нет. А при советской власти что-то было. Для людей создавалась такая атмосфера, такие условия, что они поневоле создавали между собой какое-то товарищество. Здесь люди отвечают, было интереснее и душевнее жить. Да. Вот даже и ответы такие. Нет, это точно. И это важнее оказывается любых денег. Конечно, несомненно. Все. Все хотели вырваться из этого железного занавеса, посмотреть, что там на Западе. Глупая советская власть. Если бы она давала выезжать и смотреть, то она бы увидела, что к ней приезжает больше, чем выезжают от нее. Людям надо пищи духовная, а ее нет. То есть вы считаете, все-таки был такой какой-то оттенок, отголосок, отцветок духовного в этом обществе? У людей не было другой возможности развиваться. И они развивались именно в этом направлении. Книги читали. Поэтому, да, в области балета мы впереди планеты, все, именно поэтому. А сейчас? А сейчас это все, кому это надо? Так что этого уже не вернешь, нечего поэтому плакать. Не вернешь? Нет, 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 надо реально смотреть вещи. Два раза в ту же реку не войдешь, вот, и того уже не построишь, мы уже совершенно другие, поезд ушел. Но, но, надо понимать, что тяга к этому душевному общению, к ощущению общности, кухонному вот такому вот, с водочкой, с селедочкой, под гитару, с картошечкой, все это такое, знаешь, на кухне. И какая-то душевность, она сплачивала людей, она давала людям ощущение, что есть общество, есть человечность. И мы против чего-то настроены. Это тоже очень много значит. Если бы мы сегодня смогли настроиться против нашего эгоизма, на таких же кухнях, понимаешь, понимать, что мы при этом достигаем, что мы открываем, то, конечно, это было бы великое достижение. Сегодня можно построить, надо только хорошо подумать, как можно построить на влечении людей к тому образу жизни, как можно предложить им новое общество, которое сегодня таким может возникнуть на намного более высоких душевных и духовных принципах. И которое удовлетворит действительно людей на всех уровнях. То есть какую-то другую кухню, где сидят вместе. Да, да, да. Эта мечта, она живет у всех. Причем за это время прибавилось еще полмира к этому. То есть вы говорите, как бы сделать действительно такую кухню, на которой бы люди сидели и думали, как бы нам с эгоизмом... Это и есть тот круг, это и есть и семинары, которые мы пытаемся сделать. Надо их вместе с водочкой-селедочкой, с гитарой и с хорошими песнями, и с душевным подходом к нашему общему объединению. То есть как нам подняться? Это надо сделать, и на этих кругах нам надо подниматься. Спасибо. Спасибо.